Актуальность сегодня С нами будет депутат парламента Азербайджана Нурзали Аснам. Добрый вечер. Кроме того, с нами будет политолог-профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов. Вечер добрый, Фикрет Нарин. Здравствуйте, Садых. И по зуму с нами будет общаться гость из России. Это политолог Руслан Сафаров. Руслан, здравствуйте. Как слышите нас? Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо услышим. Великолепно. Уважаемые гости, мы будем первую половину передачи говорить непосредственно о переговорном процессе, который происходит между Арменией и Азербайджаном. Мы видим интенсивность, несмотря ни на что. Я буквально, заходя сюда, посмотрел ленту новостей. Там есть новость о том, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов беседовал по телефону с исполняющим обязанностями помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом. Ну, разумеется, с американской стороной также говорили о ходе переговорного процесса. Глава МИД Азербайджана вновь давил позицию Азербайджана по мирным переговорам. Я бы хотел, если позволите, начнем непосредственно на Урзале Альмсваз. О чем вам говорит последняя ситуация в переговорном процессе? На что это больше похоже? Это скорее осторожный оптимизм с учетом того, что в мае много встреч в Ине было, сейчас пошли телефонные звонки. На июле запланирована уже встреча в Брюсселе. Сравнительно, через некоторое время ожидается встреча, опять же, в Америке. То есть это какой-то осторожный оптимизм или, скорее, вот такое, знаете, все-таки недоверие, накопленное опытом последних 30 лет общения с армянской стороной? Спасибо большое. Наверное, и то, и другое. Но, тем не менее, мы сегодня наблюдаем ситуацию, что переговорный процесс находится очень в активной фазе. И с обеих сторон. И со стороны так называемых посредников мы видим процесс, который сегодня неминуемо приводит к тому, что наши стороны общаются изо дня в день, из недели в неделю, в месяц раз, в квартал один раз. Но, тем не менее, процесс идет. Какой бы он ни был трудный, мы сегодня видим, что ситуация в регионе, она, конечно, напряжение не спадает. Но это, соответственно, мы должны исходить из той ситуации, что есть силы, которые не хотят этого мирного процесса, и есть силы или группа определенных государств, которые не хотят, чтобы в нашем регионе был мир. И чтобы мирный процесс привел к хорошим результатам. Поэтому я так считаю, что с армянской стороны в то же время проводятся определенные усилия в этом направлении. Нужно это тоже сказать. Но, тем не менее, находятся очень радикальные силы, реваншистские силы, которые мешают этому процессу. В то же время, я неоднократно говорил, что Армения находится под внешним управлением. Она выходит в виде ведомого игрока. И это очень сильно влияет на все эти процессы. Естественно, к великому сожалению, очень негативно. Что мы сегодня имеем? Сегодня мы видим в реальности процесс, который происходит. Переговорный процесс. Идет общение. Идет стыковка. Вы недавно знаете, что была встреча на уровне вице-премьеров. Это разблокированы коммуникации. Вроде бы приходят к какому-то решению. До этого была четырехдневная встреча в Америке. И тоже говорят, что есть хорошие результаты. Есть, конечно, видимая часть. И есть невидимая часть. Я так думаю, что ту возможную видимую часть представляют общественности. Что армянская сторона, что азербайджанская сторона. В то же время в лице посредников. Но есть невидимая часть, которую нужно будет по какой-то степени пока немного не освещать. И нужно будет подготавливать наши, если в случае положительного процесса, подготавливать наше сообщество к мирному процессу. А это занимает достаточно очень большое время. И это очень сложно. Я буквально сейчас ехал и служил армянских политологов. И, честно говоря, их разговоры, их несуждения, их аналитика, если можно так назвать, не приводит меня к такой мысли, что у нас все спокойно и все будет хорошо. Я думаю, что гораздо осложняется процесс. Потому что есть абсолютное такое невосприятие мирного процесса со стороны армянских политологов. И я, конечно, не считаю, что это мнение всего народа и мнение всей страны. Но, тем не менее, я так считаю, что они могут существенно повлиять на мирный процесс, который сегодня пытаются осуществить в нашей стране. Вы сказали о мнении народа. Об этом у меня будет вопрос. Мы поговорим, и вообще можно ли считать это мнением народа. В продолжении этой темы, я просто хотел бы привести одну цитату Джейхуна Барамова, которую он сказал накануне, выступая на специальном заседании Постоянного Совета УБСЕ. Вот что сказал министр Анастана, делал Азербайджан. Он сказал, что после окончания конфликта, длилшегося около 30 лет между Арменией и Азербайджаном, и после того, как две страны обрели независимость, они впервые стоят на пороге мира с обязательством взаимного уважения суверенитета, друг друга территориально целостной и нерушимости границ. С учетом того, что куда уж дальше глава МИД Азербайджана, человек погруженный в переговорный процесс, он говорит, что мы на пороге этого мира. И армянская сторона, конечно же, риторика армянской стороны несколько странная. Мы уже многократно об этом говорили. В понедельник одно, во вторник другое, в среду третье. К концу недели вообще непонятно, что они подразумевали. Но все же оттуда тоже говорят, что до конца года вполне возможно, что мы с Азербайджаном выйдем на какой-то документ. И поэтому я хочу оттолкнуться, на самом деле, от пессимистичного сценария. В условиях, когда глава МИД Азербайджана говорит, что мы на пороге мира, что может все разрушить? Что является угрозой? Я не сторонник того, чтобы устанавливать какие-то сроки подписания, до конца ли года или в начале следующего, 24-го года. Но тот факт, что, в принципе, мы последовательно и системно реализуем свои дипломатические шаги, и они дают определенные результаты, дает нам основание все-таки высказывать какой-то, как вы выразились в начале передачи, осторожный оптимизм. То есть у вас скорее осторожный оптимизм. Да, об этом, кстати, сказал и Джейхун Байрамов тоже. Ну, мы видели процесс очень длительный и поэтапный. В Вашингтоне шли несколько дней переговоры, потом в Брюсселе. В Брюсселе, во всяком случае, из уст Шарля Мишеля, руководителя этой структуры Европейского Союза, прозвучали достаточно оптимистические нотки. То есть он не назвал Нагорный Карабах, он не затронул пост, который мы установили на Лачинской дороге. И он высказал такие предположения о том, что, в общем-то, была договоренность достигнута по поводу открытия транспортных коммуникаций. И вот уже в последующем на уровне вице-премьеров наших двух стран и вице-премьера России была, насколько я понимаю, достигнута определенная договоренность по поводу открытия коммуникаций. Во всяком случае, об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Аверчук буквально недавно. И подвергать сомнению сейчас эти слова, я думаю, не стоит. Во всяком случае, какая-то приближенность к достижениям взаимным, она существует. И, кстати, об этом и Шарль Мишель тоже говорил. Ну, что, собственно, там даже уже называется маршрут, по которому должны в обоих направлениях идти железнодорожные. Там другого и нет маршрута, только один. Да, и наземный транспорт. Речь идет о другом. Сегодня мы стали свидетелями другого заявления. Секретарь СОУБЕЗа Армении Армен Григориан заявил о том, что эта дорога должна охраняться только армянскими пограничниками. Ну да, он исключает ФСБ. Забывая о том, что 10 ноября 2020 года премьер, его премьер Пашинян подписал вот это трехстороннее заявление, где говорится о том, что эту дорогу будут охранять российские пограничники. И это заявление делает человек, который сеть экономическая структура, которая железнодорожная сеть, полностью подчинены России, полностью связаны, завязаны на российской экономике, на транспортной структуре, и я уже не говорю о военно-технической структуре, и о военной базе, и о том влиянии, которое оказывает Россия, и о существовании ОДКБ, членом которой является пока еще, во всяком случае, Армении. Вот эти все факторы, конечно, они где-то нас не делают такими убежденными оптимистами в том, что в ближайшее время соглашение обязательно будет подписано. Ну, случай с Арменом Григорян, мне скажут, что тяжелый случай, именно он, иногда я даже в студии задавал этот вопрос, такое ощущение, что он сам лично в оппозиции к миру, вот в этом переговорном процессе, не совсем понятно это. У меня будет один вопрос нашему гостю из России, дело в том, что сегодня, насколько я понимаю, в Сочи состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Российской Федерации Владимира Путина, и вот там, на встрече, Никол Пашинян говорил, опять же, вещи, которые в контексте всего мира и того, что мы двигаемся к миру, выглядят довольно странно. Он назвал ситуацию на Лачинской дороге кризисной, мы никакого кризиса отсюда не видим. Далее он также назвал ситуацию в самом Карабахе кризисной и предложил поговорить о роли российских миротворцев. Как вы понимаете, Руслан, такой подход армянского руководства на фоне того, что, с одной стороны, шаг за шагом, ну, скажем так, армяне пользуются этим пограничным пунктом пропуска, который Азербайджан установил, мы каждый день буквально видим кадры, как гражданские люди оттуда проходят, особых проблем нет, понятное дело, что им для адаптации какое-то время понадобится, чисто психологического характера, но они пользуются. С другой стороны, официальные лица Армении, вот, в фигуратном студии сказал, что они сами говорят, до конца года мы можем выйти на какой-то документ. И вот третья сторона, когда премьер-министр Армении позволяет себе, руководителям другой стороны, обсуждать все то, что происходит на нашей территории. Вот как все это собрать воедино? Это сложно собрать воедино, но давайте попытаемся. Дело все в том, что здесь Фикрат Малим очень правильно затронул тему, это, собственно говоря, вопрос Зангизорского коридора. Я думаю, что здесь и позиция Азербайджана, и позиция России, она очень серьезно совпадает, потому что и Азербайджан, и Россия заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, этот коридор заработал, транспортный коридор заработал. То, что касается позиции господина Пашиняна, он пытается все время присовокупить, скажем так, вопрос по Зангизорскому коридору к вопросу о Лачинском коридоре. Собственно говоря, спор, который возник на саммите ЕАЭС, все, наверное, очень хорошо помнят, и, собственно говоря, господин Пашинян именно все время к этой теме и возвращался. Это первый аспект. Второй аспект связан с тем, что, да, конечно, армянская страна в лице как раз-таки премьер-министр Армении объявила о том, что Армения не против того, чтобы признать территориальную ценность Азербайджана. С конкретными площадями было все это дело обозначено, с пониманием того, что Карабах признается частью Азербайджана со стороны Еревана. Но в то же время надо понимать, в какой политической обстановке находится сам премьер-министр. Он не может просто взять и объявить, что, вы знаете, дорогие сограждане, я вот здесь подумал, я понимаю, что наша позиция была совершенно бесперспективна, давайте мы немедленно пойдем на, так сказать, условия Баку. Здесь проходили недавно опросы среди армянского общества, и там 89% они вообще против того, чтобы признавать Карабах часть Азербайджана. Насколько я помню, там, по-моему, 9% только готовы с этим согласиться. Мы будем говорить об этих опросах. Да, там есть цифры, к ним вопросы. Да, здесь просто, это часть как раз-таки армянского современного общества, и премьер-министр, он вынужден в данном случае лавировать. И вот эта позиция, что да, я готов признать территориальную целостность Азербайджана, я готов признать территориальную, так сказать, принадлежность Карабаха Азербайджану, но он должен делать вот эти заявления по поводу населения, чтобы население, армянского населения в Карабахском регионе Азербайджана, для того, чтобы население Армении не воспринимало его позицию, как, там, предательскую, какой-то вот из этой оперы. Поэтому, естественно, что здесь получается вот та история, о которой мы многократно говорили, в том числе, на канале СБС, это то, что получается, вроде бы, шаг вперед, два назад, все время со стороны Еревона. Вот, это, к сожалению, проблема. Здесь вопрос, как сейчас армянскому политикуму, что называется, извините за такой цинизм, как им продать своему населению тот мирный договор, на который они выходят. Потому что все попытки привлечь какие-то дополнительные стороны, попытки интернационализировать, вот, так сказать, миротворческую деятельность, они не приводят на земление, каким результатом для Армении. Армении. Более того, они ухудшают позиции, переговорные позиции Армении, потому что долгожданное появление вот этого ППП на Палачинской дороге, это, ну, в очередной раз, это ухудшение позиций Армении переговорных в результате тех действий, которые армянская страна последние два года предпринимала. То есть, получается, такой цуксван для них. Поэтому здесь вот позиция Пашиняна, с одной стороны, кажется, очень противоречивой, но в ней есть определенная политическая логика. Понятно. Я, единственное, сделаю оговорку по поводу опросов, если время позволит, мы еще поговорим. Второй момент вы сказали, что он не может пойти и сказать своему населению. По большому счету, ему напрямую задали вопрос на пресс-конференцию. Он сказал, да, Карабах в составе Азербайджана. Ему осталось подписать документ в этом смысле, и мы, как бы, надеемся, что все-таки он не потеряется и его подпишет. Более того, он даже сказал, что и анклавы, которые сейчас находятся под контролем Армении, они тоже возвращаются в Азербайджан, и это часть Азербайджанской республики. По поводу риторики он это сказал, это, так сказать, уже осталось только подписать. Но, уважаемые гости, непосредственно в студии, я хотел бы поговорить с вами по такому моменту. За последние дни есть два заявления, одно из которых мы обсудили, а другое оказалось свежим, оно сегодня появилось, но чувствуется некая синхронность. Я сейчас объясню, что имею в виду. Католикос Арам I, это, ну, скажем так, по иерархии армянской церкви, это тот католикос, который за пределами Армении. Он сказал, что право народа на самоопределение является неотъемлемой частью международного права. Следовательно, право Карабаха на самоопределение не может быть предметом торга. Это вот его позиция, 9 число. 6 числа католикос Горигин II, это уже та церковь, которая в самой Армении, он заявил следующее, не может себе представить Карабах в составе Азербайджана. Об этом мы в студии говорили, он говорит, что это означает геноцид в отношении армянского народа и так далее. Вот, как говорится, чувствуется шаг за шагом армянская церковь в различных иерархиях, зарубежной, местной, они вот эту тему продвигают, что не видят Карабах в составе Азербайджана. У меня возникает вопрос, можно ли сегодня сказать, что армянская церковь является неким катализатором для новой войны? Потому что, ну, как бы, если они не представляют Карабах в составе Азербайджана, и если часть армян, мы не знаем, какая часть, готова прислушиваться своей церкви, то это война, то это война. Или же вы считаете, что в данном случае церковь какую-то другую цель преследует, уже второй, так сказать, ну, в их среде значимый человек говорит об этом, а в реальности им потянуть народ за собой на реванш не в силу. Сначала ваше мнение, далее, фикарит Малюбаш. Спасибо большое. Я считаю, что армянская церковь всегда была в гуще и в центре этих событий, которые происходили за последние 30 лет. Ну, и до этого, в принципе, она формировала всю армянскую политику. Те же самые идеи от моря до моря, в то же время Мяцум и Арцах. Я еще раз хочу сказать, что я в последнее время слышу от армянских политологов, которые вот эти нарративы, они постоянно говорят, употребляют это слово Арцах. Ну, вы знаете, как вам сказать, на протяжении 30 лет ни разу практически, очень редко это название произносилось в кавычках, и всегда называлось по-другому, Нагорно-Карабахская республика. И вдруг в последнее время, в течение этих трех лет, постоянно идет вот этот нарратив, нарратив с этим названием. Я считаю, что здесь очень большая подоплека, и хочу просто обратиться к противной стороне, что мы никогда не воспримем этот нарратив, и никогда не будем воспринимать то словосочетание, которое они воспринимают, ибо, исходя из того, что они сами на протяжении 30 лет никогда не говорили об этом, и пора прекратить эти разговоры на эту тему вообще. Что касается католикосов, наших соседей, я так думаю, что они, естественно, ведут свою политику. Каждая сторона имеет свою поддержку. То есть, еще раз хочу повторить, к великому сожалению, это ведомая страна, и их церковь, она тоже ведомая. Там есть фактор диаспоры, это однозначно. Там есть фактор и христианский фактор, там есть определенные клубные отношения. Вы понимаете, есть сегодня, мы видим сегодня попытку навязывания правительству Армении своих интересов. То есть, сегодня церковь выходит с одной стороны, а правительство Армении с другой стороны. Мое мнение личное, что правительство Армении находится на правильном пути. То есть, в перспективе они прекрасно осознают то, что мирное соглашение должно быть подписано. В нашем регионе должен быть мир. И мы, как страны, соседи, должны существовать вместе. Это факт, от этого мы никуда не уйдем. Но с другой стороны, с другой стороны, находятся силы, которые не хотят этого процесса. Вы же видите, что происходит. Естественно, мы, наверное, затронем эту тему, что сегодня мы видим, что и французская сторона, и индийская сторона вооружают Армению. А до этого мы знали, что бюджет Армении был очень сильно увеличен на закупку оружия. То есть, мы видим, параллельно идет мирный процесс. И в том же мы видим параллельность в том, что идет подготовка к радикализму, идет подготовка к эскалации. Я не могу сказать, что они осторожно действуют в этом процессе. Мне кажется, это очень целенаправленно, и это очень планомерно. И это, естественно, мы, наше правительство, наше государство все это рассчитывает. Я так думаю, что здесь, и, кстати, мы неоднократно видели, что есть очень большое несовпадение интересов Николы Пашиняны и в то же время армянской церкви. У них идет большой конфликт. И я так думаю, нужно отдать должное. В принципе, это очень сильное противодействие. Если армянская общественность выдержит этот прессинг со стороны армянской церкви и поставит ее на свое место, что государство есть государство, а церковь есть церковь, мы будем прислушиваться к вашим мнениям. Мы очень с уважением относимся к вам, как религиозным деятелям. Но политика это есть политика, и государство есть государство. Если у противной стороны это получится, я так думаю, что они от этого только выграют. Вот однозначно это сказать сложно. А вот не обращать на это внимание, вы же не считаете, что 6-го этот сказал, 9-го этот это случайность. Это скорее они синхронизируют каким-то образом. И опять же, им под силу запустить в маховика реванша все-таки какими-то религиозными чувствами людей. Вы знаете, очень многое будет зависеть от той внешней поддержки, которая им может быть оказана. Сегодня мы видим открытую, откровенную поддержку допустим, со стороны Франции. Макрон в своем интервью называет эту войну кровопролитной, несправедливой. говорит о том, что Азербайджан развязал эту войну, что сегодня мы угрожаем этническим армянам в Карабахе, что мы должны защитить эту часть населения от Азербайджана. И поэтому тут, видимо, удивляться уже и не надо ничему. Потому что, ну, вы понимаете, раньше, если кто-то думал, что кто-то из этих политиков, он ошибается, он, может быть, что-то не учитывает, где-то он, ну, думает, наверное, не в курсе каких-то событий, то сейчас становится явным и очевидным, что это открытая, откровенная поддержка армянского фактора, сепаратизма, давления на Азербайджан и фактически призыв к реваншу. По-другому это воспринимать нельзя. А что касается религиозного фактора, вот, ну, их католикоса, мы знаем, что на протяжении десятилетий эти нарративы, исходящие из армянской церкви, они привели к сепаратизму, к движению, созданию, формированию, движению, накоплению финансовых средств, кровопролитию, изгнанию азербайджанцев с территории Карабаха и прилегающим к ним территории. Это все то, что было связано как раз с этим, как раз в свое время Горегином, если вы помните, да. А сегодня вообще мы уже полностью убедились, я думаю, в том, что у них религия, церковь, она вместе с политикой, вместе с политическим... Ну, там смешалось, это однозначно. Да, играет более значительную иногда роль даже те самые политики, которые находятся у власти в самом Ереване, потому что они подпитываются определенными силами из других ведущих государств, они поддерживаются ими, там идет и финансовая, и идеологическая, и политическая поддержка. И это все, конечно, вот ведет к тому, что сегодня Пашинян говорит о том, что Карабах — это Армения и точка, завтра он говорит, как вот вы сказали, что Азербайджан, Карабах — это территория Азербайджана, а что он скажет, завтра мы не знаем. Нам это неизвестно. Мы как минимум знаем, чем обошлась ему первая фраза. Да, поэтому наше давление, конечно, не должно ослабевать. Я уверен, что и на дипломатическом, и на военном мы будем продолжать эту линию на оказание давления на эту политическую власть. Два момента отмечу. Я полностью согласен по поводу вот иногда церковь действует более, вот однозначно сказать, кто более авторитетен в армянском обществе, церковь или МИД Армении, например, сложно. И еще вот в их заявлениях церковных служителей, скажем, есть такие фразы «Следует приложить все усилия, чтобы этого не допустить». Имеется в виду Карабах азербайджанским. Но они не разжевывают, что значит, это же война означает. Они людям... Там есть еще одна фраза. Вы же будете умирать. Он говорит о том, что Карабах никогда не был, не может быть в составе Азербайджана. А где он был, в каком составе он был, в составе какого государства? Армянские вот эти истории... Нет, речь идет о том, что это очевидный обман, блеф, миф, понимаете, который воспринимают некоторые, допустим, граждане как какую-то реальность. К сожалению. Карабах был всегда карабахским ханством. Это уже знают не только историки, но и простые граждане. Никакого армянского ханства там не было. Понимаете, да, там никого не было. А потом 75 лет они были в составе Азербайджанской СССР, да, и никогда не были ни самостоятельными, ни тем более в составе Армении. Понятно. Руслан, я хотел бы еще раз нас вернуть к встрече в Сочи. Там дело в том, что выступал на Евроизийском конгрессе и Никол Пашинян. Он говорил довольно оптимистичные вещи по поводу самой Армении. Была, например, такая фраза Армения может стать своеобразным электроэнергетическим хабом в регионе. Он имеет в виду там посредством какие-то линии электропередач через Армению и так далее. Вы вот в этом плане разделяете оптимизм премьер-министра Армении, которого, ну, во-первых, у Армении нет своих базовых энергетических ресурсов. Туда надо поставлять, чтобы что-то получилось. Во-первых. Во-вторых, у Армении как минимум нет дипломатического отношения с двумя странами. Ну и если уж считать, что можно перепродавать чью-то электроэнергию в Россию или из России обратно, дело в том, что есть Азербайджан, который, например, в проекте Север-Юг, магистральный, дорожный, там, железная дорога и так далее, в принципе, стороны пришли к тому, что это должно пройти через Азербайджан. Почему в этих условиях линии электропередач должны пройти через Армению, да, а там еще и через Грузию, когда можно через одну страну Азербайджана это все проводить? Остается такой загадки. Но, опять же, вы оптимизм Пашиняна по поводу электроэнергетического хаба разделяете? Ну, Сананбе, мне кажется, вы, собственно, ответили на свой вопрос. Дело все в том, что действительно Армения является абсолютно импортозависимой с точки зрения энергоресурсов, в том числе и идея расширения там атомной электростанции. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но, может быть, что-то нашли, но своего урана там никогда не было. Это всегда все работало на завозном, обогащенном в России уране. Может быть, там из Казахстана уран изначально приходил, там в Россию обогащался, потому что российский уран, не знаю, но своего точно нет. Конечно, все эти идеи, которые высказывает господин Пашинян, это своего рода такие остатки, я думаю, тех очень напряженных переговоров, которые велись где-то с осени прошлого года, которые во многом определяли ту напряженность, которая возникала в регионе, это, собственно говоря, переговоры по тому, как будет выстраиваться вот этот коридор север-юг. Я думаю, что на дипломатическом фронте за закрытыми дверями ни одно копье было сломано. Армения очень активно продвигала идею того, что через нее могут проходить все эти коридоры, в том числе, я думаю, что здесь поднимался вопрос по энергетическому какому-то обеспечению и так далее. Но, как говорил один известный философ, география – это судьба, география в данном случае победила. Почему? Потому что всем было изначально понятно, что движение, например, из России в сторону Персидского залива наиболее оптимально идет через Азербайджан, потому что у вас просто банально на одну таможню меньше. Ну, что если вы будете двигаться через Грузию, там, Армению, уже у вас дополнительная таможня. Да, но это просто так, банальный факт. Поэтому я здесь, конечно, совершенно не могу разделить оптимизм господина премьер-министра Ромении, потому что на все эти проекты, о которых они высказывали, но сейчас уже становится понятно, что они не реализуются. Я более того хотел бы отметить, что были опубликованы буквально несколько дней назад данные о том, что только за прошлый год по трассе Север-Юг через Азербайджан грузоперевозки выросли на 38%. Это еще до того, как Иран начинает только сейчас какие-то движения по линии Решта-Старая и так далее. То есть уже сам по себе этот коридор функционирует. Поэтому то, что касается дополнительных энергомощностей, которые могут быть затребованы, ну, здесь вы абсолютно правы, для начала, для начала Армении нужно все-таки примириться с соседями. И, как я всегда повторяю, перейти из режима Спарта в режим Афин. Начать для начала просто общаться со своими соседями без всяких требований, территориальных претензий и прочих вещей, тогда, конечно, о чем-то можно будет разговаривать. Потому что, возможно, какие-то генерации понадобятся Грузии, может быть, какие-то генерации понадобятся северным провинциям Ирана и так далее. Но на сегодняшний день, я бы, честно говоря, на подобного рода заявления с армянской стороны, мягко говоря, не сильно обращал внимание. Да, ну, Спарта так неплохо себе воевала. Но сейчас не об этом в любом случае. Уважаемые гости, вот тот самый опрос, о котором гость из России, в принципе, сказал, я вот основные моменты зачитаю, потому что к этому вопросу, опросу есть вопросы, скажем так. Там они, ну, якобы это провел Галлоп Интернешнл Ассошеиэйшен, армянский СМИ, и там такое дело, более 80 респондентов телефонного соцопроса негативно оценивают слова премьер-министра Армении о том, что признание Карабаха части Азербайджана. Там, значит, 63.4, однозначно негативно оценивают, 18.5 скорее негативно. Ну и дальше там кто-то одобряет, кто-то не одобряет, но цифра 80. Во-первых, вы полагаете, если здесь в самом опросе может ли быть какая-то проблема в самом проведенном опросе, или же, скажем так, армянское общество действительно выбирает некие противостояния с нами и будущую войну? Потому что если все армянское общество говорит, что Карабах как бы не говорит о кого, значит, это противостояние с нами. Я почему все эти вопросы задаю? Тут меня лично смущает один такой момент. В Армении есть какая-то категория реваншистов, политиков, которые периодически собирают митинги, акции. И вот тут получается 80% страны, население Армении 2 миллиона 900 тысяч, 80% чисто математически это больше 200 миллионов, больше 2 миллионов. И тут если эти реваншисты не могут собрать даже 10-тысячную акцию в Ереване, а если хотя бы каждый десятый из этих 80% пришел бы, то это несколько сот тысяч человек в Ереване могут быть. Мы всего этого не видим. А вот опрос якобы показывает, что 80% говорит, Карабах не отдавайте Азербайджану. Вот как вы это понимаете? Начнем с того, что я и до этого отметил. 30 лет, на протяжении 30 лет этому народу, я бы так сказал, несчастному народу навязывали именно идею Мияцума, идею Великой Армении и так далее. И этот народ, начиная со школы, если представьте, 30 лет там назад родился мальчик, и вдруг ему сейчас сегодня 30 лет, и мы постоянно вот об этом говорим. Промывали мозги. то есть эти люди, они продолжают жить в этой стране. И вдруг потерпели такое огромное фиаско, то есть это полный провал всей идеологии, так называемой Армении, и они этого видели. А какого еще в результате опроса ждали других результатов, я, например, не удивляюсь этим результатом. Второй момент. Я, значит, очень долго думал, что почему сегодня в Армении происходят такие вот негативные процессы. то есть нету аналитики, нету такого вот отношения позитивного, почему все такие злые, все такие вот именно хотят вот и даже не думают, чему это может привести. Ведь именно история показывает о том, что их радикализм приводит к поражению это однозначно. И вот я очень долго думал, делал анализы, почему что это про это фига от Малима, что происходит в нашем обществе, и в том числе особенно у них. Я, мои вот такие вот скромные анализы субъективные привели к такому мнению, что в мире очень большая диаспора армянская. Я в этой студии тоже говорил. У армян есть большая возможность выехать за границу. И у них, если, допустим, некоторые страны СНГ, они выезжают, допустим, в Россию, и у них только одна цель заработать деньги, помочь своей семье, то здесь совсем ситуация другая. То есть мыслящее население, то есть интеллигенция, она в буквальном смысле слова выехала из Армении. А вы в этом осталась там именно та часть людей, которые приехали из Сирии и так далее, у них мышление, я думаю, не такого уровня, чтобы они мыслили о будущем своей страны. Они сегодня очень меркантильно мыслят, они не видят перспективу наших взаимоотношений. И вот, мне кажется, проблема именно кроется в этом процессе. И это очень большое имеет значение, и очень большое имеет влияние на психологию всего народа, как бы мы от этого не уходили. Потому что, представьте, если здесь в студии сидят три человека, которые нормально мыслят, у них очень хороший склад аналитический и так далее, то есть прогнозируют ситуацию, то если здесь будут сидеть три других человека, совершенно противоположные, мы, естественно, будем здесь слышать абсолютно другие разговоры. И это в обществе тоже проявляется, в том числе в странах это имеет очень большое значение. Я, в принципе, есть такой момент, даже армяне сами иногда шутят, что армяне это офис для армян в этом смысле, потому что, ну, как бы приезжают, уезжают. Но Симонян же сказалось, что это племя, которое потом перешло в государство, то есть я так думаю, что это тоже нужно ответить. Не мы сказали. Фиктор Малин, ну, с точки зрения, опять же, цифры я себе озвучил. Если 80% нации и народа против этого, где они? Или вот это какой характер, когда они говорят, они что, они готовы застоять за словами или все-таки проблема в самом опросе? Я с большим предубеждением отношусь к результатам этого опроса, потому что во время социологических опросов очень важно, среди какой категории людей проводятся опросы. Я занимался этим. И кто проводит, да, и какая нацеленность результатов этого опроса. Это первое. Второе. По поводу опросов и по поводу вообще власти нынешней в Армении. Давайте не будем забывать о том, что Пашиняна, партию Пашиняна, второй раз избрали на парламентских выборах. Вы помните, он второй раз согласился на выборы с тем, чтобы получить вотум доверия. То есть, значит, определенная, значительная, часть, даже не определенная, поддерживает этот курс. И в-третьих, да какая нам разница, какой процент там по социологическим опросам за или против там вхождения Карабаха в Азербайджан. Уже у нас. Какие вопросы вообще? Абсолютно не должно беспокоить, потому что если у кого-то какие-то мифологические такие, ну, подходы к проблеме вообще урегулирования конфликта окончательного и создание здесь стабильной безопасной обстановки, то это его проблема. Мы нацелены на мир. Мы выдвигаем мирные инициативы, мы ведем переговоры, хотя мы страна, которая ну, освободила свои территории. Мы победили в этой войне, понимаете? И мы должны диктовать условия в принципе, но мы опять-таки мы очень тонко, очень профессионально, очень дипломатично пытаемся привести в чувство руководства Армении. Да, руководство уже осознает какие-то трезвые какие-то подходы и заявления мы слышим, но опять-таки от риторики надо переходить к делам конкретным. Вот дел пока нет, пока все это на уровне риторических заявлений. Мы поддерживаем, мы признаем и так далее. Я подхожу к этому с такой точки зрения, с такой призм под этим углом зрения. Поэтому я думаю, что опросили там, это же делается как, берется определенная прослойка населения, какое-то количество людей, задают 2-3 вопроса и потом делают подсчеты, анализируют и получают какой-то результат. Иногда тот результат, который хотят сами те, кто проводят эти опросы. Ваша мысль понятна, вы считаете, что опрос самый хороший опрос это выбор. Руслан, я цифры не буду вдаваться, но если хотя бы каждый десятый из этих 80% выйдет на акцию тех самых реваншистов, которые говорят, что Карабах якобы не надо отдавать из РБА, там сотни тысяч могут собраться, если каждый десятый. А где это? Это не происходит. Что не так с этим опросом? Или же эти люди готовы по телефону сказать, а вот на деле защитить не могут? Ну, я здесь совершенно согласен с предыдущими ораторами по поводу их оценки в целом, как проводят социологические опросы. Кроме того, давайте не забывать, что есть определенная позиция, особая позиция любого человека, когда происходит именно телефонный опрос. Не опрос на улице, когда кто-то проходит человек, а здесь на ваш номер поступает звонок. Человека спрашивает, а вы сторонник того, чтобы Армения отказалась от раба? Человек уже в определенной степени рискует. Так что мы можем сказать, что 9% выступили за то, чтобы он оставался в составе Азербайджана, но 9% храбрых людей в Армении имеется. Если же серьезно говорить, то, конечно, есть очень большая разница между, скажем так, диванным реваншизмом и реальностью. Поэтому очень большое количество людей с удовольствием готовы в своих пабликах, они готовы, что называется, ну, извините, сидя на диване, они с удовольствием готовы выступать за все, что угодно. Мы с вами сейчас навскидку можем привести десяток моих армянских коллег, политологов, которые рассказывали о том, что Армения должна двигаться до Куры, Армения должна двигаться до Куры. Это все часть вот того политикума, который мы имеем на сегодняшний день в Армении. Другое дело, что вопрос связан с чем? Вот подобного рода, здесь Фикрет Малим совершенно правильно акцентировал внимание на том, кто заказчик вот этих опросов, но здесь, возможно, это некая форма тоже давления на действующие власти, чтобы они были, что называется, менее оптимистичными на переговорах и меньше соглашались на те условия, которые на сегодняшний день в переговорном процессе есть. Другое дело, что еще раз повторюсь, но тем не менее это важно отметить, что любая форма затягивания вот этих переговоров, любая попытка каким-то образом что-то для себя со стороны Армении выторговать, она неминуемо будет вести к Цукцвану. Дело все в том, что сама ситуация в регионе Южного Кавказа, особенно после последних президентских выборов в Турции и так далее, она показывает, что на сегодняшний день сохранен консенсус региональных держав по развитию Южного Кавказа. Никакого конфликта сами региональные державы, здесь присутствующие, не хотят. именно поэтому здесь вот уважаемые коллеги говорили о роли Франции и так далее. Действительно, да, внешние силы очень иногда заинтересованы в том, чтобы здесь что-то подпалить и тем самым навредить Турции, России и так далее. Здесь уже длинный можно разбор делать, но на сегодняшний день, если говорить о региональной, вот то, что мы привыкли обозначать как 3 плюс 3, да, здесь определенный консенсус, по крайней мере, например, консенсус Анкара-Москва и Баку, который, в принципе, этот консенсус тоже разделяет, он говорит о том, что Армении нужно сейчас как можно оперативнее соглашаться на мирное соглашение. Потому что я еще раз хочу напомнить, что у армянской стороны есть еще одна альтернатива. Это декабрь 25-го года, когда вообще все может очень серьезно измениться для Армении. Никакого мирного договора вообще никому не понадобится. Армении надо к этому тоже очень-очень внимательно относиться. Времени у них осталось на подписание мирного договора, но, мягко говоря, немного. Будем надеяться, что они поймут. Уважаемые гости, заказчика я не знаю, но там есть один подозрительный вопрос, который набрал очень много процентов. Якобы большая часть армян требует досрочных выборов. Я, как говорится, догадываюсь, что могу догадываться, кому это все понадобилось. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время благодаря вас за интересный содержательный разговор. Напоминаю нашим зрителям все это время в студии наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Нурзали Асланов. Спасибо. Кроме того, с нами был политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикер Атсадых. Нам вам тоже большое спасибо. И по Zoom с нами общался российский политолог Руслан Сафаров. Руслан, вам тоже большое спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала СВС была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я и ведущий с вами на «Заеве». До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин